Закон и порядок определяют развитие страны. Каждое государство имеет свою систему судебных разбирательств. Одним из институтов судебной системы является суд присяжных. По одной из версий, такая система зародилась еще в средние века в Англии. Первоначально уголовный процесс отличался своей простотой. Пойман с поличным, значит виновен. Далее следовал приговор без выяснения вины. Одним из наказаний был суд божий. Суд огнем или водой. То есть осужденных клемили, или же приводился приговор с окунанием конечностей в кипяток. Сегодня практика коллегии присяжных используется в ряде стран. Существенным отличием в принятии решений является единогласное голосование или вердикт большинства. В любом случае вердикт должен быть единодушным. В середине 20 века появились фильмы из произведений литературы, жанра именуемая как юридическая драма, расследование преступлений и судебных процессов. Джентльмены, минуту внимания. Вы можете решать, как вам заблагорассудиться. Не буду напоминать правила. Мы можем все обсудить и проголосовать. Фильм 1957 года «12 разгневных мужчин» станет режиссерским дебютом Сиднии Люмета. Правда, изначально это был телеспектакль. Сам автор идеи, американский драматург Реджинальд Роуз, адаптировал его для экранизации. В результате картина по сей день занимает лидирующие позиции среди лучших фильмов всех времен. Став достоянием Америки, кинокартина вошла в список национального реестра. Нью-Йорк. В комнате для освещения решается судьба подростка. Он обвиняется в убийстве своего отца. Все улики против него. И даже свидетели в своих показаниях признаются, что видели или слышали его в тот злосчастный день. «Под комнатой, где произошло убийство, живет один старик. Той ночью, в 10 минут первого, он слышал шум. Это было похоже на драку». И казалось бы, присяжные примут единогласные решения и разойдутся по домам. Но лишь одного из 12 собравшихся присяжных настигнут сомнения. «Зачем тратить наше время? Пожертвуйте 5 долларов на благотворительность, и вам станет легче». С этого момента в фильме начинается все самое интересное. Классика камерного кино. Один из сложнейших способов заинтересовать зрителя. Ведь здесь отсутствует экшен, и все действия происходят в одном помещении. Все, что предоставляет нам режиссер, это первоклассный актерский состав и построение диалогов. Приглашает стать тем самым 13-м присяжным и почувствовать всю ответственность за жизнь другого человека. «Вы сидели с нами в суде, все слышали. Этот парень опасный убийца. Ему 18 лет. Он уже взрослый». Ведь в случае принятия решения о его виновности подростка ждет смертная казнь. «Если вы признаете его виновным, суд рекомендует отклонить прошение о помиловании. В данном случае смертный приговор окончательный». 12 мужчин, 12 образов и столько же характеров. Это в очередной раз напоминает, что все мы разные. У каждого свои страхи, свои проблемы и своя точка зрения. Однако вместе с этим нам показывают, как стереотипы, сформировавшись под влиянием окружающей среды, влияют на восприятие решений. «Если у вас возникнет сомнение в виновности обвиняемого, то вы должны вынести вердикт невиновен». Безусловно, фильм серьезный, но тем не менее, очень интересный. Сюжет разворачивается неторопливо. Быть может, кто-то и успеет заскучать. Ведь непривычно со временным фильмом здесь выдерживают приличные паузы между диалогами. Хотя интрига нарастает с каждой последующей сценой, и заскучать, как по мне, невозможно. «Одному против всех выстоит трудно, поэтому я решил поддержать его. Я уважаю его порыв». Цветные фильмы появились в 1935 году. Первым официально признанным фильмом, который открыл эпоху цветного кино, стала драматическая картина «Бекки Шарп». Данная же картина выполнена в черно-белом варианте. Это и есть не что иное, как метод повествования, концентрируя все внимание на происходящем. «Помните, что в деле, которое мы сегодня слушаем, вы не являетесь ни сторонниками обвинения, ни адвокатами. Вы должны быть абсолютно беспристрастными». Одноименный ремейк снимет режиссер Уильям Фридкин в 1997 году специально для трансляции на экранах телевизоров. «Так чего вы хотите? Обсудить дело». В свою очередь, российский режиссер Никита Михалков использовал пьесу для постановки спектакля как дипломную работу в Щукинском театральном училище. А годы спустя снял фильм «12», основанный на ранних экранизациях. Каждая картина хороша по-своему. Большая редкость, когда ремейки получаются лучше оригиналов. Как и в данном случае. Первая версия фильма великолепна. На то она и носит название «Оригинал». Потому что оригинально в своем содержании и в своей подаче. Фильм однозначно стоит смотреть.